МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 28 февраля, последний день зимы. Здравствуйте! События Ачинской района в материалах корреспондентов телеканала ОСА. В начале выпуска коротко о главных темах. Депутаты горсовета проверили городские автобусы. О, вот здесь вот уже? Солера! Подождите, прокурено в салоне, да? Мне же не показалось. Но не все плохо. Есть чему удивляться по-хорошему. Первый раз вижу водителя в белой рубашке и в галстуке. В школах появятся охранники, а в садиках – система наблюдения. Начальник управления образования рассказала, кто за это будет платить. В Ачинске появится новое кладбище ценой больше 100 миллионов рублей. И это, пожалуй, будет первое цивилизованное кладбище в нашем городе. Грязные прокурены и с отпечатками в путевом листе. Это результаты совместного рейда по автобусам, который устроили депутаты горсовета и телеканала ОСА. По нашей просьбе народные избранники устроили тотальную проверку, то есть проверяли все маршрутки, которые останавливались на конечной в привокзальном. Под разбор попали разные перевозчики. Смотрите, что получилось. Здравствуйте. Мы депутаты горсовета пришли проверить, как вы перевозите всех. Вы часто моете машину? Машину? Два-три раза в день. Ой, в неделю. В неделю? Сегодня не мылись, да? Пока нет. А когда будете? Вечером. Вечером? То есть сегодня у вас помывочный день, да? Да. Подождите, прокурено в салоне, да? Мне же не показалось. Не знаю, я курясь. Вы курите? 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 Да. Ну, я говорю, в салоне прокурено. В салоне курите прямо? Нет, я выхожу. Выходите? Да. Вот что делает этот водитель за пять минут до проверки, не выходя из кабины. В 6.20 где-то мы уже уезжаем на линию. То есть полностью заправлены. И во сколько закончится ваша смена? В 8. В 8 вечера? Да. То есть вы работаете 14 часов за рулем? Да, ну мы отдыхаем по 20-25 минут отдыхаем после каждого круга. Возвращение в 23. Подождите, у вас написано, да. То есть не вы будете за рулем в 23 часа? В 23.00 на него выписано. Да, путевка на него. Вот смотрите, у вас написано. Выезд в 6.20, возвращение в 23.00. Как-то? По всей видимости, опечатка. Опечатка? Да. Только это же документ, у вас подпись здесь. Как опечатка-то? Кокурин, грязно. Маршрутный лист. Пойдемте, пока не уехал. Чуть рада 23.00. Спасибо, извините. Здравствуйте. 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 А у вас автобусы каждый день моются? Конечно. Как думаете, в какую погоду будет в автобусе чисто, когда за ногами все тянется? Не, ну понятно, но моются каждый день. Моются каждый день, конечно. Есть автомойка, заезжаем, моются каждый день. Каждый день, да? Да. Но только вы снимаете про то, что грязные автобусы, а почему не снимаете, как у нас остатутки, посыпано. Люди падают под автобус. Мы тут вообще все снимаем. Восьмерка, это, если я не ошибаюсь, град должен быть. О, вот здесь вот уже. Круг соляра. Тут проехать, конечно, кушать. Нет, это двигательная солярка. В путевом листе водителя восьмерки вообще не стоит время возвращения. Не успевают депутаты осмотреть второй автобус, как прибывает руководство Града и Харпер Плюс. Дальше за все отвечает начальство. Из-за хамства водителя, который на нерве дернет автобус, когда в салоне работает оператор. Очевидно, так же он возит и пассажиров. В принципе, в каждой передаче смена автобус моется внутри. Но так в связи, как с зимой, автобус снаружи на мойке мыться не может. Потому что там, получается, насосы стоят водяные. В связи с температурой, поэтому и не моются. Сейчас мы настроили температуру в боксах, поэтому внутренняя уборка по техсостоянию, по дезинфекции, она проводится ежедневно. У вас вместо кондуктора вот так выглядит? Это не место кондуктора. Это не место? Нет. Это не положено, чтобы вот здесь? Не положено. Не положено? Не положено. Вот этого в салоне быть не должно. Попросите убрать, пожалуйста. Попросим убрать, конечно. Можно сейчас? Сейчас попрошу, уберем. А почему вообще вы их возите в том месте? Это же не должно быть там? Там что вообще такое? Трянки или что? Для того, чтобы человек приехал на конечку, надо протереть стекла. У нас сейчас обеденное время. Да нет. В обеденное время мы всем этим занимаемся, да? Я же понимаю, что... И вы сейчас отнимаете мое обеденное время. Я вам напрямую говорю, как есть. Это не мы отнимаем. Депутаты проверяют. Депутаты? Вот пускай депутаты, тогда мне добавляют это время. И заработок вы мой отнимаете. Нет, неправда, не отнимаю. А куда вы, извините, убрали? О, меня-то выпустят. Какой у вас нервный водитель. Вы понимаете, как бы работать с людьми, представьте, целый день. И вот каждый подходит. Ну, это очень сложно. Тысяча людей за день проходит. У нас... Это вообще не оправдание. Чем проходит тысяча людей? Там-то никому нигде не нравится. Вот почему? Ну, все, слава. Ну, извините, у меня... Нет, на самом деле он дернул так, было бы... Ты тоже депутат. Дмитрий, надеюсь, замечание своему водителю сделаете? Ну, видишь, что не перечислить. Спасибо. К слову, проверяют депутаты не только, как работают, но и где отдыхают водители. Выясняется, из удобств только покосившийся туалет типа сортир. По словам директора Града, не на всех конечных есть даже освещение. По своей инициативе и за свои деньги руководство двух фирм оборудует диспетчерскую, она же и комната отдыха для кондукторов и водителей. Будет павильон и диспетчерская, там, где будет сообщаться, распределяться время и контролировать. А на другой конечной? На другой конечной тоже будем оборудовать. Такой же, да? Слушай, по идее, вот они себе оборудуют, а у нас же перевозчиков-то много. А каждый ли перевозчик себе оборудует комнату отдыха для водителей? По идее, тогда сколько перевозчиков, столько должно комнат отдых там стоять? Вообще она должна быть одна. И она должна подходиться к муниципалитету. В принципе, это не мы должны оборудовать конечные пункты. Для отдыха. Совершенно правильно. По словам Дмитрия Мандрикова, на его обращение про обустройство конечных остановок из мэрии пока нет ответа. Очевидно, чиновники понимают, после пустых обещаний Илая Ахметова про новый автобусный парк, их словам люди не поверят. И депутатам горсовета после такой проверки тоже пыль в глаза не пустишь. Теперь у них свое мнение про автобусные проблемы. Что я видел? Практически не увидел, что здесь поменялось. 20 лет назад было то же самое. Были эти же самые установки, были эти же самые туалеты. Автобусы, ну, конечно, не новые. Хотелось бы, чтобы они более были качественные. Автобусы старые, автобусы изношенные, автобусы грязные. Вот такое создалось впечатление. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы автобусы были новые, чтобы техническая составляющая была лучше. Чтобы, конечно, при выпуске автобусов был контроль, как это положено механике. Проходили контроль водители, подбор кадров. Конечно, я это здесь не увидел, но я говорю, как это должно быть, скорее всего, и как надо, чтобы было. Но на сегодня то, что имеем, то и имеем. До сих пор между перевозчиками идет война, делят все эти, а страдают от этого, как говорится, жители. Ну и глава города, наверное, поторопился, то, что пообещал, что мы будем жить как в Ницце. Когда обещал новый автобус. Ну да, да, да. Как в пословице, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Но я думаю, надо больше контролировать эту отрасль. И будет все, наверное, хорошо. Наталья Сусанина, Иван Суканов, телеканал ОСА. Отдельного рассказа достоин еще один водитель автобуса. На рабочем месте за рулем маршрутки он всегда в белой рубашке и галстуке. Знакомьтесь, Алексей Суворов. И у него очень правильная позиция по жизни. Держать марку при любых обстоятельствах. Первый раз вижу водителя в белой рубашке и в галстуке, который за рулем автобуса управляет. Пойду знакомиться. Здравствуйте. Я сразу вас снимаю, телеканал ОСА, проверяю вместе с депутатами автобусы. Я первый раз вижу водителя в белой рубашке и в галстуке. Скажите, как вас зовут? Алексей. Алексей Иванович, у вас почему вы так на работу ходите? Правда? 23 года так хожу. Привычек тоже. Но я за них уголь вожу, а за них 7 людей вожу. Так вот, как бы. С ума сойти? Да, так. И в пассажирском, и в 4-й линии. Здесь всегда. Молодец. Думаю, и пассажирам нравится. Счастливого пути. Спасибо. А сейчас рубрика «Цифра дня». И это, конечно, про деньги. Почти 5 миллионов рублей потратят из городского бюджета на зеленые насаждения. Речь идет не о новых посадках, а о содержании того, что уже есть. Столько денег уйдет на срижку травы, обрезку деревьев, уборку газонов и очистку урн. Работу будут выполнять специалисты Ачинского транспорта. Гораздо дороже, в 100 с лишним миллионов рублей, обойдется городу новое кладбище. Разговоры о том, что Ачинску нужен новый погост, идут уже давно. И вот, наконец, дошло до дела. Накануне мэрия объявила, что ищет подрядчика на обустройство кладбища. Сами понимаете, тема эта очень жизненная. Проект нового кладбища уже готов. На все нужно 115 миллионов рублей, говорит директор управления капстроительства Владимир Левилун. Сумма кажется огромной, но потратят ее не сразу. Погост будут запускать в несколько этапов. Сейчас объявили первые торги. Первый этап от 27 миллионов, который включает в себя начало строительства, строительства, самые бытовые помещения. Это стоянка, это ограждение, линия электропередач, чтобы там свет был. И уже по новым правилам, почему корректировка и делась. Это здание в самом помещении уже предназначено для маломобильных групп населения. Вы не ослышали, судя по описанию, это будет первое цивилизованное кладбище в Ачинске с освещением и помещением для смотрителя. Сейчас ни одно из шести городских кладбищ не охраняется. Как раз из-за того, что сторожам нет места, говорят в фирме, которая занимается благоустройством старых погостов. Возможно, поэтому случаются нападения вандалов на могилы. Недавно новости ОСА рассказывали, как хулиганы разгромили десяток могил в Солнечном. Скорее всего, на новом кладбище порядка будет больше. По проекту новый погост будет рядом с Солырским кладбищем, но в несколько раз больше. Открыть его планируется в октябре, если все работы пройдут без сбоев, говорит Владимир Левелон. Наталья Сусанина, Иван Суканов, телеканал ОСА. Размещение рекламы на телеканале ОСА выгодно и эффективно. Ролик в новостях социального звучания – лучший способ для рекламы ваших товаров и услуг. Видеоролик с музыкальным или звуковым сопровождением лучше запоминается. А значит, активнее побуждает к покупке. Сюжет в программе новостей повысит узнаваемость вашей компании или магазина. Выбирайте тот формат, который смотрят все. По вопросам размещения рекламы звоните 6385. Телеканал ОСА. Телевидение с характером. А сейчас к теме безопасности наших детей. В школах появится охрана, а во всех детских садах установят видеонаблюдение. Об этом сегодня заявила Татьяна Быкова, руководитель управления образования Ачинска. Подробнее в нашем следующем сюжете. Первое, что было сделано, это был большой крупный межведомственный рейд, который контролировал вопросы безопасности, отсматривал вопросы безопасности. Проверка школы садов, со слов руководства управления образования, длилась две с половиной недели. На сегодняшний день во всех школах уже работают системы видеонаблюдения. А в детских садах появятся камеры до конца следующего года. Но и это еще не все. Усилят безопасность еще и за счет найма охранников. Сейчас просчитываются те финансовые затраты, которые потребуются, если действительно в каждую школу ставить охранников, которые имеют лицензию. Это, конечно, большие деньги. Вот в настоящее время ведется просто просчитывание этого вопроса. В перспективе, возможно, в Ачинских школах это появится. По постановлению оно должно появиться. Речь идет не только о людях в форме, но и о пропускниках и металлоискателях. Стоит заметить, что затраты на содержание охранников, со слов Татьяны Быковой, будут целиком и полностью ложиться на плечи школьного бюджета. И родителям не придется платить за безопасность их детей. Напомню, за последние два месяца в Ачинских детских садах произошли два ЧП. А в прошлом месяце произошла череда происшествий в школах других городов, где пострадали более 20 человек. Это были все новости последнего календарного зимнего дня. Завтра 1 марта. Увидимся. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»